Вопросы местного значения не терпят отвагательств. Премьера «Политические горизонты-2019» – одна из страниц в летописи уходящего месяца. Чебоксары приняли первый межрегиональный съезд молодых парламентариев. Самая активная молодежь из 13 регионов Приволжского федерального округа обсудили с Михаилом Игнатьевым актуальные вопросы. Инициатором этой встречи выступил молодежный парламент при Чебоксарском городском собрании депутатов. Общение главы в режиме свободного микрофона с молодыми политиками прошло, как говорится, на одном дыхании. Вы делаете великое дело, и вы вовлечены по своим интересам в эту такую творческую работу. Начинать менять мир нужно себя, когда ты не только обозначаешь проблему, но и находишь пути ее решения – это и есть личная ответственность. Гражданское общество выстраивается во многом благодаря таким неравнодушным людям, считает глава Чувашии. Иногда не экономическими мерами решается та или иная проблема, а именно воздействие, разговоры с людьми, когда ты своим личным участием поддерживаешь людей. Вот это, наверное, впечатлило. Прямой диалог с властью, говорят парламентарии, дает возможность примерить на себя не только деловой галстук, но и оценить собственные возможности. Этот форум должен дать молодежи мотивационный заряд, чтобы приехать к себе в регион и понимать, что еще очень много проблем не решено. Это дает стимул, это дает заряд. Это самое главное. Молодежи очень важно чувствовать, что ее поддерживают. Если это на самом деле дает вам дополнительную инициативу и вовлеченность в молодежи, молодежь мы верили, верим и будем верить, то возьмите будущее России, Чувашии, свои руки, вот еще. 14 молодежных парламентов в стране обладают правом законодательной инициативы. Участники съезда выступили с предложением наделить таким правом и молодежный парламент Чувашии. Нам необходимо тесно с молодежью работать, у них много идей, рациональных идей. Необходимо с молодежью заниматься, им нужно больше времени уделять. Им необходимо представлять такие площадки, где они могут самореализоваться. Профориентация школьников, поддержка молодых специалистов, сохранение национальной культуры и родного языка. Молодые парламентарии с увлечением говорили о том, что им интересно. Обсуждение продолжилось в Доме дружбы народов. Говорили об успешных примерах реализации региональных программ и о том, что нуждаются в улучшении. Для нашего региона перенимать опыт повышения уровня жизни муниципальных районов, рекультивации мусора, уборки мусора, чтобы город и мой регион становились чище, лучше. Так же, как и в республике Чуваш, город Чебоксаров, очень правильный подход у правительства, республики в данной сфере. И еще об одной важной инициативе, прозвучавшей на съезде. Вся страна готовится отметить 75-летие со Дня Победы. Ребята планируют организовать в регионах ПФЛ исторический тест, чтобы понять, что мы помним, что для нас ценно. Как реализуются федеральные партийные и национальные проекты в республике? Об этом говорили на 29-й конференции Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Его участниками стали депутаты городского собрания. Сделать республику регионам комфортного проживания – задача общая и масштабная. Позитивные перемены должны произойти во многих ключевых отраслях. Сегодня большое внимание уделяется развитию первичного звена медицины. На создание условий для оказания качественной врачебной помощи в шаговой доступности республика выделяет немалые средства. 205 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также мобильный комплекс обеспечивают жителей даже далеких деревень медпомощью. Идет повсеместный капитальный ремонт медучреждений. Еще одна серьезная тема, которую обсуждали на конференции – благоустройство городов и районов. Поселение Чуваши в числе лучших. Такой рейтинг качества городской среды опубликовал Минстрой России. Важные показатели работы присутствуют в регионе солидных инвестиционных проектов, которые создают привлекательный имидж для бизнес-сообщества. Это деловой климат, национальный рейтинг. 5 лет подряд в числе 10 лучших регионов Российской Федерации среди 85 субъектов. Это охрана общественного порядка, это экологическая безопасность. 120 инвестиционных проектов реализуются сегодня, а это свыше 190 миллиардов рублей. Они помогут создать высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой. Так можно бороться с бедностью. А это первостепенная задача, озвученная президентом страны. На конференции были обсуждены и другие вопросы, связанные с реализацией партийных проектов в области строительства дорог, образования, культуры. Глава республики подчеркнул, новая программа «Сельская ипотека» в 2020 году откроет для селян новые возможности. Всегда общаемся с товарищами по партии в разных аудиоториях, в разных трудовых коллективах. И все эти проекты, инициированные со стороны политической партии «Единой России», они все в работе. Когда мы обещания даем, мы эти обещания всегда выполняли. Мы люди слова, люди реальных дел. На конференции наградили особо отличившихся членов партии. В течение месяца чебоксарские законодатели обсудили несколько важных вопросов, связанных с городским хозяйством. Важный аспект программы по переселению граждан из аварийного жилья – оперативный снос ветхих зданий. 263 многоквартирных домов столицы Чуваши сегодня подлежат сносу. Необходимо освободить эти земельные участки. Власти города добиваются, чтобы работа по подготовке территории шла по всем правилам и в кратчайшие сроки. Работы сейчас ведутся по нескольким адресам. Снесены постройки на улице Яблоневой, Бичурина, энергетиков в предстанционной. Требования у администрации столицы весьма жесткие. В сжатые сроки полная чистота на освобожденных земельных участках. К наме ведется претензионная работа ввиду неисполнения подрядчикам условий контракта. И также будут договора расторгнуты. По улице Декабристов, дом 2. Дом снесен, но не вывезен строительный мусор. В связи с неисполнением подрядной организации у компании Алснаб договор расторгнут 21 октября 2019 года направлено обращение в Уфас, в Учувашской республике. О включении в реестр недобросовестных подрядчиков. Также готовится документация на объявление аукциона для определения подрядной организации. 59-й дом по улице Константина Иванова из списка для сноса исключили, потому что признали объектом культурного наследия. Приостановлены работы и по адресу улица Гражданская, 25. Там проходит газопровод к соседним домам. Сначала придется перенести коммуникации. Таким образом, 9 многоквартирных домов сейчас находятся в процессе сноса, отметил глава города Евгений Кадышев. По двум домам идут конкурсные процедуры по отбору подрядной организации на проведение работ. Нарушение сроков расчистки территории влечет за собой задержку нового строительства на этих площадях. Муниципалитет теряет выгоду, поэтому процесс нужно ускорить. Для общения, саморазвития и продвижения креативных идей молодежи в столице республики распахнул в своей двери другой университет. Так называется образовательный проект, участники которого возрастная категория от 14 до 35 лет будут ходить на лекции, слушать экспертов и получать знания в разных областях. Учеба в другом университете началась одновременно в ряде городов страны. Это масштабный образовательный проект молодой гвардии. В Чебоксарах студентами стали 60 человек. Они прошли отбор и будут учиться по двум направлениям – медиа и политика. Здесь учат людей общаться, узнают много нового. Если это направление политика, то что из себя представляет политика, какие вопросы он решает. Самое главное для меня в другом университете – это новое общение, новые знакомства и, конечно, прокачаться в сфере медиа. Основной формат учебы – мастер-классы, воркшопы, встречи со спикерами. Первыми стали глава столицы Евгений Кадышев и депутат городского собрания Виктор Горбунов. Здесь каждый может выговаривать свою точку зрения, ту, какую он считает нужной сейчас сказать. Я считаю, что это самая яркая будет, горячая площадка на сегодняшний день, где вся молодежь будет говорить. Это будет шикарная обратная связь. Экзаменов и отчислений в другом университете не будет, в этом отличие из общего. Как и после выпуска из университета традиционного, молодые люди получат возможность трудоустроиться. Мы дадим им возможность пройти стажировку в органах власти Чуварской республики и даже города Москва. Кого-то из ребят, кто выбрал направление медиа, вы, возможно, увидите и на нашем телеканале. Депутатский корпус контролирует строительство детских садов. Один из проблемных объектов – детский сад в Заволжье. С проверкой на объект выезжали премьер-министр Иван Моторин, глава города Евгений Кадышев. Как обстоят дела сейчас, узнавала наша съемочная группа. В Заволжье работает три дошкольных учреждения, и все они заполнены до предела. Построенные еще в 40-е годы садики, конечно же, не могут конкурировать с новыми. У нас мест не хватает. Например, дети, которые очень хотят в детский сад, по одной причине родители, может быть, не пускают детей, потому что у нас нет условий. Условий, то есть группы маленькие, детей много. В трех корпусах у нас 116 детей. Учатся, играют и кушают дети в одном помещении. Здесь нет музыкального и спортивного залов. А на улице веранда, позволяющая гулять в любую погоду, открытие нового здания решает сразу все проблемы. Они мечтают о новом садике. Это вот у них, наверное, сейчас уже такая самая заветная мечта, то есть уже въехать в новый садик. Прежде всего здесь откроются новые возможности для детского развития. Ведь современные стандарты жестко регламентируют работу дошкольных учреждений. Садик должен быть очень хорошим. Очень многие родители ждут бассейна. Музыкальный зал, физкультурный зал. Зал для изо-студии. То есть те по ФГО, с которыми мы должны детей воспитывать. Марийская фирма «Стройград» ведет работы с ноября прошлого года и постоянно нарушает график, находя все новые и новые причины. Последнее обещание подрядчика – сдать объект в январе. Сейчас рабочие подводят коммуникации. С подачей тепла завершатся и отделочные работы. Полным ходом идет подготовка стен к покраске. Укладывается плитка в санузлах. Строится бассейн для будущих пловцов. Для удобства доставки еды в группы смонтировали лифт. Отдельный лифт предусмотрен для малышей с инвалидностью. Что снаружи, что внутри новостройки, работа кипит. Окончание стройки с нетерпением ждут родители. Мы проживаем в Сосновке. Садик нам дали в год и пять. И мы очень хотим в него заехать. У меня двое детей. Одного ребенка я вожу в один сад, второго – в другой сад. Места больше. Спальня отдельно, кухня отдельно. Ждем. Еще одна тема ноября – юбилей Чебоксарского троллейбусного управления. 55 лет этот общественный транспорт верой и правдой служит чебоксарцам. Сейчас по количеству троллейбусов столичное предприятие занимает шестое место в стране и первое в ПФО. Улучшать транспортную доступность новых микрорайонов – задача всех звеньев органов власти. Вся история в одном кадре. 55 лет назад по Чебоксарам курсировали троллейбусы модификации ЗИУ-5. Сегодня пассажиров перевозят и электромашины на автономном ходу. Все начиналось с небольшого депо на 50 машин. Сейчас по количеству троллейбусов столичное предприятие занимает шестое место в стране и первое в округе. Глава региона отметил, что ключевая задача – улучшать транспортную доступность новых микрорайонов. Финансово-возяйственная деятельность самого предприятия улучшается. Проводите оптимизацию. Мы начали изыскывать средства для внедрения новых троллейбусов. Более чем 60% пассажиров перевозите вы. Это ваш ответственный труд. Каждый день троллейбусы перевозят более 200 тысяч горожан. Протяженность контактной сети уже достигает 180 километров и продолжает расти. Сейчас у нас 17 маршрутов, на которых курсирует практически 195, практически 200 троллейбусов из 265 находящихся в парке. По многочисленным пожеланиям граждан был продлен третий маршрут. И теперь новый город связан с центром города так же, как все остальные микрорайоны. Лучшим из лучших глава региона вручил госнаграды и памятные медали. У чебоксарских ТОСов пополнение. К 58 существующим прибавился новый. В новом городе. Такое решение приняли на 44-м неочередном собрании чебоксарских депутатов. Всего на заседании большинством голосов были поддержаны все 13 вопросов повестки. Жители микрорайона Новый Город обратились к городским властям с предложением о создании территориального общественного самоуправления. Депутаты инициативу поддержали. Таким образом ТОС Новый Город стал 59-м чебоксарах. Для совместной с важной работой Евгений Кадышев предложил активнее использовать информационный портал Открытый Город. ТОСов, ваших, все, с кем вы работаете, давайте мы все тоже зарегистрируемся в портале Открытый Город, будем получать оперативную информацию, немедленно голосовать и устраивать голосование на этом портале Открытый Город. Три объекта недвижимости в 2020 году приватизируют, благодаря чему казна города пополнится не менее чем на 10 миллионов рублей. Это касается и приватизации нежилых помещений по заявлениям заинтересованных лиц. Планируется продолжить работу по приватизации муниципального имущества в рамках 159-го федерального закона об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и рендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Планируемый доход от реализации положений названного закона составит порядка 80 миллионов рублей. Вопрос оптимизации муниципальных учреждений культуры и спорта вызвал большую полемику среди жителей. Как часто бывает в таких ситуациях, появились различные слухи. Весь о возможном закрытии школы бокса «Атлант» по улице Рихарда Зорге в столице Чувашия сбодораживало взрослых и детей. В ситуации разбирались депутаты ЧГСД. Девятилетнюю Настю на днях старший брат привел в школу бокса. А сегодня она услышала от друзей, что следующих тренировок здесь может и не быть. Меня брат настроил сюда ходить. Он сам занимается тут 6 лет. И мне тоже захотелось получать как он награды. И если на меня кто-то нападет, я смогу дать отпор. В клубе два зала для начинающих и для более старших ребят. Занятия с ними проводят опытные тренера. Оба зала оснащены рингами, боксерскими, грушами и другими необходимыми атрибутами. Свои первые шаги в мир бокса в малом зале под руководством опытного тренера Александра Данилова делают 25 ребят. Ребята занимаются с 1 сентября этого года. Дети есть хорошие. Но я стараюсь воспитать из них чемпионов. Здесь происходит становление характера, физическая закалка. Многие мальчишки из поселков Южный и Альгешево с удовольствием проводят время в этих залах. Я уже тут четвертый год занимаюсь. И если нас даже переведут в новый спортзал, я, ну, все равно придется по новой привыкать. Я привык к своему тренеру. Для этого мне и нравится бокс. Больше школ по этому профилю в округе нет. Родители взволнованы не на шутку. Кому как не родителям волноваться о судьбе своих детей? Потому что вот в этом поселке, если взять Альгешево и Южный, здесь нету больше спортивных залов, спортивных комплексов. Это один из залов в шаговой доступности этих ребят. Я надеюсь, что этот вопрос решили. Он закроется. И здесь будут расти только будущие чемпионы. Оказывается, профильное управление администрации столицы проводит ревизию имущества спортивных школ. Родители надо успокоить. Тренировки будут продолжаться. Никто этот зал закрывать не будет. И как подразделение школы Соколова, я считаю, что это помещение, этот спортивный центр должен остаться. И работать даже в таком же режиме. В 2020 году городское собрание депутатов хочет исключительно обращать очень большое внимание спортивным соревнованиям среди детей. И вот эти все спортивные соревнования по борьбе, вы знаете, прекрасно мы их изо всех сил поддерживаем. Соревнования по боксу будем проводить и будем искать возможности поддержать. Значит, новым спортивным победам, новым именам, в том числе и в этом центре подготовки по боксу, быть. СООБИТЕ nett. СООБИТЕ relative